Привет, это Анастасия Брюханова, канал Объектив, и мы продолжаем серию специальных выпусков, которая посвящена внутренней кухне американской политики. Там, как вы понимаете, все еще не успели отойти от недавних дебатов. Собственно, это по-прежнему главная тема в контексте предвыборной гонки, а вернее их последствия. В прошлом выпуске мы подробно рассказали о том, как они прошли и какие были впечатления. Ролик обязательно посмотрите. Но, если кратко, Байден провалил их с треском. Выглядел он настолько неубедительно, что в его дееспособности начали сомневаться даже его сторонники. Некоторые стали призывать Байдена сняться с дистанции и передать эстафеты более молодому кандидату. По горячим следам с таким призывами выступали в основном журналисты. Но теперь же в ход пошла тяжелая артиллерия. Сам Джордж Клуни выпустил колонку, где хоть и признал заслуги Байдена перед американской демократии, но все-таки призвал его уйти в сторону. Причем выступил он не столько как голливудская звезда, а как давний донор и активный сторонник демократической партии. По его мнению, единственное сражение, которое Байден не может выиграть, это борьба со временем. И Байден, мол, спасал американскую демократию в 2020 году, когда стал президентом. Теперь ее нужно спасать вновь, правда, в этот раз сойдя с дистанции. Примечательно, что колонку Клуни опубликовал в The New York Times, редколлегия которого до этого тоже в полном составе выступила с таким же призывом. Вообще, New York Times сейчас, пожалуй, является главным проводником идеи выхода Байдена из гонки. Однако же сам президент к этим призывам безразличен. За прошедшее время он уже несколько раз подчеркнул, что никуда уходить не собирается. И вообще, он уверен, что он и только он победит Трампа. Только вот на общем на стороне демократов это едва ли отражается как-то положительно. На днях Wall Street Journal рассказал о закрытой встрече демократических членов Конгресса парламента США. На этом собрании обсуждали, что вообще делать с Байденом. И, как рассказывает издание, атмосферка там царила безрадостная. Треть демократов выступает за то, чтобы Байден снялся с выборов. Еще примерно треть хочет, чтобы он остался. Остальные уже смирились с тем, что кандидатом на выборах будет Байден, но в победу его уже просто не верят. В основном мнения высказывались в частном порядке, но были и публичные призывы снять Байдена от самых натуральных демократов. Например, сенатор Майкл Беннет от штата Колорадо 9 июля в эфире CNN довольно откровенно заявил, что при текущих раскладах Дональд Трамп может в ноябре одержать полную победу. А Белый дом, мол, вообще никаких уроков не извлек и плана победы на выборах у него попросту нет. Среди сенаторов он был первым, кто публично выступил таким образом. А среди членов Палаты представителей таких было больше. Для тех, кто не в курсе, Палаты представителей – это нижняя Палата парламента США, а Сенат – верхняя. Это, если сравнивать с Россией, то Сенат – это как Совет Федерации, а Палата представителей – как Госдума. Кстати говоря, о политическом устройстве США мы тоже обязательно поговорим. Такой небольшой спойлер. Так вот, в американской Госдуме критически настроенных было больше. Как рассказывает Вашингтон Пост, о необходимости срочно снимать Байдена заявили более 10 демократов в Палате представителей. И наверняка со временем их число увеличится. Только вот всего в Палате представителей 213 демократов, поэтому о каком-то бунте на корабле говорить пока рано. Правда, многие члены Палаты решили просто не делать такие заявления публично, ограничившись частными разговорами. Возможно, чтобы не вредить и так уже сильно пошатнувшемуся положению демократов. По информации издания «Аксиос», лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер вполне себе поддерживают идею смены Байдена. Более того, как отмечают многие журналисты, у Шумера достаточно большое политическое да и личное влияние на самого Джо Байдена. Он вполне в состоянии его переубедить. Правда, тут стоит вспомнить, что единственным человеком, способным переубедить Байдена, журналисты назвали его жену Джилл. И в это верится, конечно, гораздо больше. Среди тех, кто, так сказать, смирился с кандидатурой Байдена, можно назвать бывшую спикерку Палаты представителей Нэнти Пелоси. Тоже не самую молодую представительницу американской политической элиты. На канале MSNBC она рассказала, что примет любое решение Байдена. Главное, чтобы он уже наконец-то его принял. И на этом расколы у демократов наконец-то закончились. Конгрессмены, конечно, могут влиять на настроение демократических избирателей. Но есть не менее важное направление компании Байдена – это финансовое. В начале месяца группа крупных донатеров Байдена направила в Белый дом письмо с призывом к Байдену сняться с выборов. Как и в случае с Клодолуни, они объяснили необходимость такой меры просто спасением демократии. Но очень уж рискованно замаячила на горизонте победа Трампа. Для них она неприемлема идеологически в первую очередь. Об этом письмо рассказали источники Washington Post. Не буду перечислять всех подписантов этого письма, едва ли они знакомы. Но тут стоит отметить, что среди них довольно нехилые персонали с большими капиталами. Другое дело, что на этой компании Байдена уже собрано очень внушительное количество денег, а в ближайшее время вряд ли он будет испытывать какой-либо недостаток в финансах. Но звоночек все же тоже очень громкий. Вчера газета New York Times опубликовала статью о том, что крупные доноры заморозили пожертвования на компанию – целых 90 миллионов долларов. Речь о пожертвованиях не самой компании, а крупной политической организации Future Forward, которая свои деньги сможет тратить и на других потенциальных кандидатов. Условие от доноров простое. Байден должен сняться с выборов, иначе денег не дадим. Ситуацию сейчас несколько сглаживают высказывания других представителей Конгресса в поддержку Байдена. Сенатор Ричард Блю Менталь от штата Коннектикот, хоть и признал, что у некоторых демократов есть большие сомнения насчет кандидатуры Байдена, но считает, что их поддержку президент вполне в состоянии вернуть. А сам он всецело его поддерживает. Кроме того, левые представители демпартии, такие как Берни Сандерс и Александри Аказио-Кортес, условно говоря, эдакие демократические социалисты, открыто выступили в поддержку Байдена, несмотря на то, что у левой публики Байден часто критикуется из-за его позиции по Палестине и Израилю. А левый фланг составляет весомую часть избирателей демократов, особенно среди молодежи. И то, что в столь трудный час левые силы выступили в поддержку Байдена, послужило примером для многих членов Конгресса на той самой злополучной встрече, рассказывает Вашингтон-Пост. Против Байдена они выступать активно не стали. И, наверное, надо подвести итог этой темы. Уж больно сильную волну создали дебаты, которые, напомню, прошли еще в июне. Столько реакций они вызывают до сих пор, что кажется, будто кампания остановилась только в одной точке. Однако, скорее всего, Байден останется кандидатом от демократов. Правда, раскол наверняка скажется на единстве демократической партии. Не говоря уже и о колеблющихся избирателях, я чуть позже об этом тоже расскажу. Но что ж там у Трампа? Пока демократы в панике и не понимают, что им делать, преспубликанцы спокойно готовятся выдвинуть Трампа в президента на съезде в Милуоке, который начнется уже в понедельник. Трамп явно наслаждается победой. На днях стало распространяться видео, где он отдыхает в гольф-клубе и комментирует недавние дебаты. И, судя по всему, он не знал, что его снимает. Поэтому рассказывал стоявшим рядом с сотрудником гольф-клуба, как он пнул эту старую сломанную кучу дерьма. Имел он в виду, конечно, Байдена. Правда, сам Трамп в этом видео предполагает, что Байден все же снимется с гонки, и дело ему придется иметь с висепрезиденткой Камалой Харрис. Наверняка у вас есть любимые износившиеся кроссовки или ботинки, которые выкинуть жалко, а вот носить уже стыдно. Их можно восстановить. Причем так, чтобы выглядели как новые. Для этого люди относят обувь в Сникерфрэш, самую крупную сеть химчисток обуви в России. Всего пять лет назад Сникерфрэш был маленьким стартапом в подсобке барбершопа. Теперь в сети более ста прибыльных точек. И с каждой точки владельцы зарабатывают от 200 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Бизнес растет, ведь цены на хорошую обувь сейчас высокие. А достать полюбившийся бренд сложно, приходится заказывать из-за границы. Поэтому люди выбирают сохранять старую обувь и пользуются услугами химчисток. И вы можете на этом заработать. Сникерфрэш настолько уверены в своем бизнесе, что дают своим франчайзе гарантию заработка. Вложения сравнительно небольшие. Запустить такой бизнес просто и быстро, а конкурентов сейчас почти нет. Подробнее об условиях франшизы читайте по ссылке в описании. А если оставите заявку на сайте до конца июля, то получите шанс вернуть всю сумму паушального взноса. А еще бизнес-план открытия химчистки – подарок. И кстати о ней. Если Байден вдруг снимется, то кто будет вместо него? Кто станет кандидатом в президент США Демпартия? Ведь не могут демократы просто не поучаствовать в выборах, в чем тогда вообще смысл Байдена прогонять? Выбрать нового кандидата можно будет на съезде партии, который пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа. И именно на этом мероприятии в любом случае официально выдвигается кандидат в президенты. Однако делегаты съезда голосуют согласно результатам праймерис, которые уже известны. Поэтому съезд обычно – это просто формальность. Но если вдруг Байден сам снимается с выборов, делегаты, обязанные голосовать за него, получают право свободного выбора. И тогда именно на съезде будет избран новый кандидат в президенты. И сначала давайте про процедуру голосования на съезде. Чтобы стать официальным оппонентом Трампа, кандидату нужно набрать более половины голосов делегатов съезда. Львиная доля делегатов обязана голосовать по результатам праймерис. Сколько голосов получил в штате, такую пропорцию делегатов от штата и получаешь. Практически все делегаты от праймерис сейчас у Байдена, потому что серьезной оппозиции внутри партии ему не было. Есть также суперделегаты – это сенаторы, конгрессмены и прочие партийные лидеры, у которых тоже по одному голосу. Правда, по нынешним правилам суперделегаты не имеют права голосовать, если известен победитель праймерис. Так вот, если Байден снимется с выборов, то и делегаты от праймерис, и суперделегаты получат право просто голосовать за того, за кого хотят. Но что, если большинство не наберет ни один кандидат? Ну, тут очень просто – голосуем снова. Если опять не наберет, еще раз и так далее, сидим и голосуем сколько надо, как будто бы выбираем папу римского. Между голосованиями, конечно, будут происходить всякие закулисные интриги, кандидаты будут сниматься, поддерживать друг друга в обмен на какие-то уступки, министерские кресла там и что-то такое. Собственно говоря, до создания процесса праймерис каждый предвыборный съезд партии ровно так и работал в штатах. Однако, кроме голосования на съезде есть и альтернативное предложение – мини-праймерис. Голосовать на них будут не все избиратели, а опять же делегаты съезда, но процесс при этом будет более открытым. Партия выберет 7-8 потенциальных кандидатов, пройдет с ними телеинтервью и дебаты, в общем, представит их всей стране, а не только партийной элите. Затем делегаты проголосуют за кандидатов через приоритетное голосование. То есть расставят кандидатов в порядке предпочтения от первого до последнего, и затем уже съезд победителя официально утвердит. Это действительно был бы более демократичный процесс, но пока что это лишь одна из идей о том, как выбрать нового претендента на замену Байдену. Ну, что с потенциальными кандидатами? Самый очевидный выбор, как вы уже поняли, та самая Камала Харрис, действующая вице-президентка Америки. Если бы речь шла не о кандидатстве, а о президентстве, то именно она по закону заменила бы ушедшего в отставку Байдена. Избирают вице-президента, кстати, тоже вместе с президентом. И все эти годы Харрис работала в Белом доме и была плотно погружена в работу администрации. По политическим позициям Харрис близка к Байдену, так что его сторонники должны остаться довольны. Более того, она в случае победы станет первой женщиной-президентом США. Демократ такое любит. Однако популярность ее тоже хромает. За годы в этой должности она не то чтобы занималась чем-то заметным или полезным. Тем не менее, выбрать Харрис вместо Байдена будет наименее противоречивым вариантом для демократов. Но существуют и другие опции. В запасе у демократов есть губернаторы синих штатов с президентскими амбициями. Один из них Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, самого населенного штата США. Демократическая крепость прям и крупнейшая экономика. Ньюсом отличный фандрайзер, уже известен по всей стране. Он сейчас активно топит за кандидатуру Байдена, но собственные амбиции не то чтобы скрывает. Он в любом случае попробует свою удачу в двадцать восьмом году. Правда, за свои сроки на посту губернатора он успел попасть в пару скандалов. Например, во время ковидного карантина сходил на вечеринку в другом ресторане, пока весь штат сидел по домам. Калифорнийские республиканцы Ньюсома очень не любят, а даже собрали подпись, чтобы провести голосование по отзыву его с поста губернатора. Ньюсом при этом выиграл голосование, причем с ровно таким же процентом, как и свои последние выборы. Но в целом же Ньюсом заработал имидж оторванного от жизни богатого либерала. Возможно, независимым избирателям такой не очень понравится. Другая кандидат-губернатор — это Гретхэм Уитмир из Мичикана. Уитмир, по слухам, в президента идти не хочет, но к кандидатам она была бы хорошим. Она популярна в своем штате, который, кстати, важный колеблющийся штат на президентских выборах. В Мичигане при Уитмир демократы впервые за десятилетия взяли полный контроль над правительством штата. В соседнем Иллиносе есть другой потенциальный кандидат в президенты — Джей Би Притцкер. Среди плюсов Притцкера — огромное личное состояние, которое он может потратить на выборы. И близкие связи с практически всей элитой демпартии. Ему будет легко построить успешную национальную кампанию. К тому же Притцкер — один из самых активных и громких критиков Трампа. И бороться с агрессией Трампа на дебатах и где бы то еще ему будет вполне комфортно. И, наконец, можно позвать одного из кандидатов президента прошлого цикла — Пита Бутиджича. Он стал популярен в 2019 году, когда стал одним из лидеров президентской гонки, занимая всего лишь пост мэра города средних размеров в Индиане. В администрации Байдена он работает министром транспорта. По внутренним опросам в распоряжении демократов у него больше шансов победить, чем у Байдена или даже Харрис. А еще, если он победит, он станет первым открытым геем на посту президента. Есть еще один отличный вариант для демократов — это Мишель Обама, жена экс-президента Барака Обама. У Мишель отличные рейтинги и личная популярность, которую она заработала за два срока ее мужа в Белом доме. Избрать ее президентом — давняя мечта среднестатистического демократического избирателя. С кандидатурой Обамы, однако, есть проблема — она президентом становиться категорически не хочет. Еще во время президентства ее мужа ее регулярно спрашивали, не хочет ли она сама пойти в президенты, и ответом всегда было четкое «нет». Но, как известно, лучшие кандидаты — те, кто никакой политикой заниматься совершенно не хотят. Ну и немного про рейтинги и популярность. Несмотря на разброты шатания в стане демократов, результаты опросов граждан США изменились не сильно. Это показывают данные Блумберга и Morning Consult — одного из первых последебатных комплексных опросов. Любопытен он совсем не очевидными результатами. Согласно ему, в колеблющихся Штатах или Battleground States, в которых, собственно, и решается судьба президентства, разрыв между Байденом и Трампом даже сократился. Причем, там он сократился рекордно с начала этого опроса в октябре. Правда, в абсолютных величинах это сокращение все равно не то чтобы значительное. Дональд Трамп опережает Джо Байдена на два процентных пункта — 47% против 45%. Мичигане и Висконсине — это тоже Battleground States. Байден даже лидирует и оторвался от Трампа аж на 5,3%, соответственно. Кроме того, по мнению аналитиков, Байден вполне в состоянии перевернуть игру в колеблющихся Штатах за счет колоссальных вложений в агитацию. По подсчетам Bloomberg, Байден и Трамп тратят деньги на агитацию в этих Штатах в соотношении 5 к 1. Но демократам в это вливаются просто огромнейшие средства. У Трампа, пожалуй, только в Пенсильвании траты сколько-нибудь заметны на фоне трат Байдена. Но даже там это чуть меньше половины от трат демократов в этом штате. Но другие опросы рисуют гораздо менее оптимистичную картину для действующего президента. Правда, многие из них проводили с журналистами по всей стране, а не только в Battleground States. Они не такие комплексные, но тем не менее любопытные. По опросу New York Times и Сиена колледж Трамп опережает Байдена. 49% против 43%. Примерно такой же отрыв Трампа показывает Wall Street Journal. 48 на 42. Особенно заметная разница после дебатов случилась по опросам издания USA Today и Сафлокского университета. Если до дебатов кандидаты были примерно равны, то теперь Трамп опережает Байдена на целых 3%. Всецело полагаться, конечно, на результаты опросов, как на истину нельзя. Они могут быть самыми разными. В 2016 году практически единогласно аналитики говорили о точной победе Хиллари Клинтон. Но в итоге вот оно как получилось. Не зря самый любимый Бэтмен среди американских бумеров Адам Уэст говорил, что умные политики доверяют избирателям, а не опросам. Тем более есть и другие модели помимо опросов. Например, на очень крутом сайте для электронных гиков 538. Там есть своя сложная математическая модель, которая рассчитывает вероятного победителя выборов. По этой модели сейчас Трамп опережает Байдена на 1%, а побеждает в 511 симуляциях из 1000. У Байдена всего 485 из 1000. То есть преимущество Трампа по этой модели очень и очень скромное. Забавно, что в этой модели также существует хоть и мизерная, но все-таки вероятность чистого хаоса. В 4 симуляциях ни один кандидат не набирает большинство. В таком случае президента будет выбирать палату представителя, а вице-президента — Сенат. Это все регулируется 12-й поправкой Конституции США. Но об этом мы поговорим как-нибудь позже в будущих выпусках. Так что оставайтесь с нами. Впереди самые интересные этапы кампании. А сейчас я расскажу про немного другую поправку Конституции, которая может пойти в ход, если станет очевидно, что Байдену вот прям срочно пора уходить, но сам он это делать не захочет. В этом разделе мы немного отступим от темы кандидата Байдена и поговорим про президента Байдена. Справедливости ради именно с выборов Байдена демократы тоже могут снять. В уставе партии прописано, что ну уж прям в экстремальных случаях делегаты съезда могут проголосовать не по результатам праймерис, а так как захотят, даже если кандидат не снимется сам. Это будет опасный прецедент, но возможно оно того будет стоить. Но это ладно, а вот что если окружение Байдена поймет, что и на посту президента Джо уже опасно оставаться, что если его состояние станет ну совсем тяжелым и отдавать кресло он при этом не захочет. На этот случай в Конституции США есть специальная поправка, двадцать пятая, принятая в 1967 году. В ней четыре раздела и как раз четвертый посвящен насильному снятию президента с должности, но не через импичмент, который применяют за преступление, а в случае его неспособности выполнять свою работу. Снимать Байдена с должности в таком случае будет его собственный кабинет министров и вице-президент. Согласие обязательно нужно от вице-президента, то есть Камалы Харрис и более чем половины всех федеральных министров США. Если такое согласие есть, то начинается обмен письмами. Сначала вице-президент и министры официально сообщают Конгрессу, что считают президента неспособным выполнять свои обязанности. Сразу после этого вице-президент становится временно исполняющим обязанности президента. После этого смещенный президент имеет право сообщить Конгрессу обратное, что он жив и легитимен, а министры могут пойти к чертям. В это время вице-президент остается в Рио лидера США. После заявления президента у вице-министров есть четыре дня, чтобы снова спорить власть президента в письме Конгрессу. Если они этого не делают, президент возвращается на свой пост. Но если делают, вопрос будет решать уже Конгресс. В обеих палатах Конгресса нужно будет две трети голосов, чтобы окончательно сместить президента с должности до конца его срока. 25-ю поправку Конституции с момента ее принятия не применяли ни разу. Разговоры об этом ходили только однажды, после захвата Капитолия в январе 2021 года. Тогда таким образом думали убрать с поста Дональда Трампа, которому и так оставалось всего пара недель на его посту. Если Харрис и министры решатся применить эту поправку, это будет, конечно же, огромный политический скандал. И нынешние когнитивные проблемы Байдена далеко не факт, что заслуживают такого радикального шага. Тем более подобная драма внутри демократической партии совершенно точно ухудшит шансы любого кандидата демократов на выборах. Ну типа, вы посмотрите, какая у них там вообще жесть творится. Лучше уже за Трампа давайте проголосуем. Так что лучшая надежда демократов — это все-таки уговорить Байдена снять свою кандидатуру самостоятельно, а не прибегать к насильным шагам. По итогу, кандидатура Джо Байдена в президенты США сейчас находится в таком странном состоянии. С одной стороны, после провальных дебатов Байден выдержал натиск журналистов и активистов, а в гонке вроде как остается. Семья его поддерживает, политики демократа хоть и недовольны происходящим, но боятся свои опасения озвучивать публично. С другой стороны, дебаты вывели обсуждение возраста Байдена на новый уровень. Раньше его способность работать с президентом обсуждалась в Твиттере среди активистов, в частных разговорах, в общем, на кухнях. Ну, мем какие-то были. Но теперь же президента постоянно призывают сняться на первых полосах национальных газет. В целом, если дальше ничего не произойдет, то Байден вполне может остаться кандидатом. Политические навыки у него и его союзников для этого есть. Но кто сказал, что ничего не произойдет? От дебатов тоже заранее никто не ожидал настолько ужасного выступления. А тут вот что случилось. Байден продолжает дальше путаться в словах в своих выступлениях. Например, вот из последнего он представил президента Зеленского как президента Путина. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a better. Thank you so much. Thank you very much. В интервью журналисты тоже продолжают обсуждать тему, хотя бы потому, что она до сих пор вызывает отклики. Любая ошибка Байдена теперь будет возвращать страну к дискуссии о его возрасте, которую, конечно же, будет подогревать и Дональд Трамп, и другие республиканцы. Поэтому положение Байдена сейчас на самом деле очень шатко. И всего один новый проступок может его кандидатуру окончательно обрушить. Мы в объективе же продолжим следить за увлекательными американскими выборами и сообщать вам все новости в этой серии видео. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще нет, ставьте лайк и колокольчик. Ну и друзьям, кому тоже выборы интересны, тоже скиньте ссылку. Мы вам будем за это очень благодарны. С вами была Анастасия Брюханова и до завтра.